Итак, продолжаем программу. Одна непотушенная сигарета стоила жизни шести человек. Трагедия на улице Белинского. Там загорелся старый двухэтажный деревянный дом. Большинство жителей погибли. Хозяева квартиры на втором этаже принимали гостей. Как говорят соседи, компания собралась неблагополучно. Результат стал ожидаемым. Дом вспыхнул буквально как спичка. Соседям пришлось вытаскивать жильцов из огня. Когда я куда-то отсюда забежал, через окно, дыма было уже пониже, я ползал там. Тетку взял, вытащили тетку отсюда. Я пошел, еще одну тетку там какую-то нашли. Двое, оказывается, там было еще наверху. Не знаю, я с кипиши в этом вообще. Началось с первого этажа, мы выбежали уже второй этаж. Горел изнутри сильно. Испугались все у нас. Дома-то деревянные, как спички все взлетят. Восемь человек было в это время. Двое сами выбрались, а шестеро не выбрались. Валя пошла в туалет, извините за выражение. И она крикнула, что горим. В коридор выбежали, а там дымится. И я ее вытащил кое-как вот за собой. Троица должны быть, которые в нашей комнате были дымом. А в той квартире совсем сгорели. Сами они виноваты. Сами виноваты. Ну это соседи, я имею в виду. Сами виноваты. Может быть, покурил в постель. Ну там неблагополучная семья была, они выпивали. Скорее всего, ну как у пьяных, покурили, бросили. Вчера было восстановлено электроснабжение. Сегодня будет восстановлено газоснабжение в этом доме. То есть в том случае, если кто-то захочет вернуться. Потому что в основном пострадала одна квартира. Если кто-то из жителей захочет вернуться, то в принципе условия определенные для проживания будут.